Родные, привет! Мы начинаем наш первый подкаст с тренером футбольного клуба «Родина М» Филипп Саныч Соколинский. Филипп Саныч, давайте немного проговорим про нашу команду. У нас она достаточно молодая, она, в принципе, поэтому и называется молодежная. Кто-то только начинает свой путь во взрослом футболе, кто-то проводит свой второй сезон. По вашим прогнозам, кто из игроков раскроется в этом сезоне лучше всего? Всем привет! Анастасия, еще раз вам добрый день. Да, команда действительно молодая, но в то же время уже, так скажем, насыщена опытом игр во второй лиге, даже несмотря на то, что ребята 2006 года. Тот же Ефим Колбов уже как ветеран нашей команды, уже третий сезон играет. Саша Бурков тоже наш капитан, вроде молодой, но уже позади два с половиной чемпионата во второй лиге. Поэтому есть ряд игроков, которые только зашли. У нас Гончаров, Саня Харлан, Мишца Куштанов. Сейчас, наверное, еще кого-нибудь Габи был уже у нас в том сезоне. Но еще пару ребят у нас пришли. Дима Малыйгенда из «Динамо» пришел. Поэтому какие-то есть новые ребята. Кто себя ярко может зарекомендовать в этом сезоне? Я думаю, что все. Поэтому у нас очень хорошая команда. Во-первых, дружная, что немаловажно. Такой хороший микроклимат создали. И тренерским штабом создан был, и футболистами. Поэтому в такой атмосфере и в тренировочном таком процессе, так скажем, футбольном, я думаю, что у всех ребят есть хороший шанс. Но для этого они, конечно, должны много стараться, трудиться и как на футбольном поле, так и вне футбольного поля. Фамилии сейчас выделять никого не хочется после чемпионата. Я думаю, что мы и сами услышим эти фамилии. У нас дебюты были в прошлом матче до протяжения всей первой части. И предвидятся еще дебюты ребят на поле. И за нашу команду, в принципе, за родину, если они были в структуре клуба. И, в принципе, во взрослом футболе. Как цените их игры? Это Саша Гончаров в игре с Тверью. Паша Баранов тоже в старте впервые вышел. Дебют, так скажем, удался. И как минимум они не пропустили. Баро играл центральным защитником, сыграл на ноль. Саньку тоже у него были более оборонительные, наверное, задачи в этой игре. Но и участвовал также в развитии наших атак. Поэтому я считаю, что удачный дебют был. Не выиграли, но, опять же, не все от них зависело, так скажем. Поэтому я считаю, что ребят справились с задачей минимума. Дайте небольшой такой совет, как ребятам, которые будут там впервые в стартовом составе или, в принципе, дебютировать за нашу команду. Не волноваться, убрать вот этот мандраж перед игрой? Ну, оно волнение всегда присутствует. Даже у тех ребят, которые давно в команде, да и у нас тоже перед каждой игрой. Но оно такое нормальное, такое приятное волнение, когда с первым свистком, с первым касанием мяча ты начинаешь уже чуть-чуть успокаиваться, уже входишь в кураж, в игру. Вот, и вот этот мандраж, который, да, изначально он уходит. Поэтому надо сделать первое хорошее действие, отдать точный пас, выиграть какое-то единоборство, ударить поворотом. Вот, и сразу же чувствую, что уже и ребята там поддержат, там по плечу кто-то хлопнет, там, каким-то добрым словом скажет, что молодчик, давай дальше, продолжай. Поэтому здесь, наверное, такой рецепт у наших ребят. У нас пока нету, к сожалению, переполненность трибун, но я думаю, что это у них все в будущем. Когда, наверное, присутствуют на стадионе тысяч пятьдесят, там, я думаю, что больше сказывается мандраж. Здесь все равно ребята играют в менее такой обстановке, где он должен присутствовать. Один из ваших воспитанников, Костю Кавин, уже играет на таких трибунах, уже чувствует вот эту атмосферу интересную. Сейчас очень много про него говорят, вы давали несколько интервью. Скажите, есть ли в нашей команде молодой Костя Тюкавин? Ну, у нас есть свои футболисты, которые могут стать потенциально большими футболистами, играя в премьер-лиге. Поэтому не хочется сравнивать с Костей Тюкавином, да, футболист. Ну, не то, что стоялся, да, хороший шаг делает, да, игрок национальной сборной получился от лучшего игрока. Наверное, я могу его сравнить с футболистом, который от нас перешел в «Родину-2». Это Гази и Фаза, который играл также в позиции нападающего. Вот сейчас, конечно, к сожалению, не так много игрового времени получает в «Родине-2». Там очень большая конкуренция. Но футболист очень манера игры похожа, который играет в оттяжке, который хорошо играет спиной, оснащен очень технически здорово, умный парень. Поэтому, наверное, где-то вот игровую манеру могу сравнить с Азой. А так, в нашей команде, я думаю, что помимо Тюкавинах еще найдется несколько футболистов, которые могут себе зарекомендовать. Очень-очень. Вы сказали про «Родину-2». Следите за воспитанниками своими, которые перешли летом, зимой в второй команде нашего клуба. Ну, конечно, мы переживаем за ребят, что они сделали этот шаг вперед, так скажем, да, во вторую лигу. Но, опять же, это золото, да, где ребята ставят задачу там выйти в ФНЛ. Поэтому переживаем и за Алану, и за Хору, и за Саню Гапичкину, за Шау, те, которые у нас были транзитом, так скажем, да, они к нам попали. Но для игровой практики, можно сказать, в аренду, да, но у нас они очень себя здорово проявили со всех точек зрения, да, и по самодаче, и по желанию в каждой игре выходить. Дурака не валяли, поэтому и сейчас играют там тоже ведущие роли, то есть и Гапа, и Алан на ключевую роль играют там в линии обороны. Поэтому следим и очень переживаем за них. Ну, скажите, а приятно, когда они приходят к вам на матч и не забывают, как, так сказать, свои корни? Да, конечно, приятно здесь, что-нибудь не скроешь, там, и приходят они еще с хорошим настроением, у них этот день выходной, как правило, ребята настраиваются у нас на игру, сидят, что-то там, про себя думают, думают. И приходит веселый Алан, хихи-ха-ха, иногда, конечно, они просят, Саныч, выгните его из раздевалки. Я говорю, ну, как его выглядит, он же свой, просто просишь иногда, он чуть потише, ребята сейчас готовятся к игре. Ну, ничего не вижу в этом плохого, да, ребята поддерживают, так, тоже за нас переживают. И мы тоже переживаем за них. Да, абсолютно точно. Давайте поговорим немного про соперников в нашей группе. К 10 туру более-менее определяются и лидирующая группа, и группа догоняющих. Мы, к счастью, находимся в верхней части турнирной таблицы. Скажите, предсказывали ли такие расклады до старта сезона, что именно эти команды окажутся наверху? Ну, думаю, что группа команд, которые сейчас там в пятерке, в первой, да, это «Спартак», «Динамо», «Зенит», «Балтика», да, я не помню, чем-то. «Торпеда Владимир». Да, «Торпеда Владимир», тоже опытная команда. Я думаю, что, в принципе, и предполагали, что эти команды будут бороться за попадание в серебро. Вот, они хорошие футболисты у них есть, хороший тренерский состав в каждой команде, тренерский штаб у них. Ну, всех знаем прекрасно, что так работают, с кем работают. Наверное, предполагалось, что именно эта пятерка будет наверху. Но также хочется с ними вести, так скажем, турнирную таблицу в борьбу в ней. Да, и уже сыграли две игры из «Балтика», и «Торпеда Владимир» сыграли. И удачно сыграли по результату и по игре. Поэтому мы все с нетерпением ждем как раз сыграться с такими командами. Нам как раз предстоит и «Зенит-2», и «Спартак-2» впереди в следующих турах. Так, скажите, кто из соперников сейчас кажется самым серьезным, самым сильным? Кто точно, по вашему мнению, должен занимать первое место? Ну, что касается серьезности, да, сейчас для нас, ну, каждая игра, она серьезная. Сейчас, если, чуть отматывая назад, мы сыграли неудачную игру с «Луки Энергия», с «Тверью». Ничью, но все равно для нас уже ставим так немножко планочку повыше. Сознаем труда. Неудачно сыграли, опять же, и по игре, и по результату. Поэтому в каждой игре для нас надо, опять же, собираться, мотивироваться, работать весь недельный цикл. Но, наверное, по всему остальному, да, что по составу, по тренерскому штабу, ну, вот те команды, которые наверху, наверное, они, я думаю, что самые серьезные. Пока с кем мы играли, я думаю, что «Балтика» выделялась, да, своей организованностью, своей игрой, интересной, так скажем, да, и хорошим подходом к тренировочному процессу, хороший тренер. Поэтому здесь, я думаю, что из тех, с кем сыграли, наверное, «Балтика» впереди. Вот посмотрим, как «Динамо», «Спартак» и «Зенит». Вы сейчас сказали сами о том, что команды, которые из нижней части группы, такие как Луки, Орехозуева, у нас не очень получаются с ними матчи, а с лидерами мы играем хорошо. Здесь все-таки вот этот фактор недонастроя у молодых ребят или что-то другое? Ну, я не скажу, что у них есть недонастрой. Возможно, они, наверное, перед игрой, как любой там человек, смотрит турнирную таблицу, видит, что команды внизу мало забивают и думают, что сейчас будет чуть легче, чем с условными лидерами. Но, как правило, эти команды играют очень низко в обороне, да, и порядка там 10 человек становится под штрафной и очень тяжело вскрыть, плюс какие-нибудь погодные условия там влияют, бывает на игру. Ты все время оттягиваешь, думаешь, да вот сейчас-сейчас гол близко, гол рядышком, проходит 15 минут, 30 минут уже, тайм заканчивается, его нет, ну, в надежде на второй тайм и еще какой-нибудь момент у своих ворот пропустишь, всегда так бывает. Вот, и потом уже подсобираться, остается там концовка игры, навал идет и хочется быстрее забить, не получается. Конечно, мы отрабатываем эти все вещи в тренировочном процессе, да, и позиционную оборону, и низкий блок соперника. Все это моделируем, вот, но в игре бывает, ну, холоднокровие, где-то может быть коммуникация в игре, когда ребята там должны больше подсказывать, заводить друг друга словом, что давайте еще надо дожимать, надо в такие матчи выигрывать, не просто держание мяча, да, и ждать пока кто-то из них там, из соперников встанет, и мы эту там брешь найдем. Ну, хочется, чтобы больше, как-то активнее двигались и без мяча, не просто, чтобы контролировали еще раз мяч, а отковали агрессивней, да, большим количеством и разнообразней. Я думаю, что это важно. Ну, все впереди, бывает, что и большие клубы тоже играют против аутсайдеров, и не всегда удается им найти там ключ у чужих ворот. Поэтому работаем в этом компоненте. Так что я думаю, что все нормально будет. Вы сказали про игроков, которые словом поддерживают на поле. Когда есть молодая команда, сложно найти такого. Чаще всего это игроки такие достаточно опытные, достаточно харизматичные. Кто в нашей команде, вот, так сказать, заводило? Ну, если брать прошедших два сезона, да, у нас были Макс Швагерев, там, Мишка Тихонов был, Гапа. Были ребята, которые умели завести. Они и постарше были изначально, да, и могли чуть-чуть пошуметь, покричать без меня даже. Я не заходил в раздевалку, я слышал, что там происходит. И я оставался за дверью, думаю, ну ладно, пускай пошумят, все правильно. А сейчас в нашей команде действительно собраны футболисты, которые, наверное, не обладают такой жесткостью или такой, может быть, не знаю, справедливостью. Ну, в общем, теми вещами, которые обладали те футболисты. Да, лидерские качества, они вроде есть, но такие тихие лидеры, так скажем. То есть они вроде понимают, что надо, но не произносят это вслух, не транслируют. Иногда бывает, конечно, что кто-то может пошуметь, но это так все. Так скажем, детский лепет, да, как я ему говорю, что надо быть чуть-чуть вытаскивать из себя, взрослеть. Там Санька Бурков у нас как капитан, да, 2005 года. Вот, но хочется вот от него этих вещей больше. Хотя, мол, мне всем говорят, да Саныч, я говорю, я говорю, я им все говорю. Ну, значит, плохо реагирует, но опять же, он молодой парень, тоже может расти. Мы ему подсказываем, в каких вещах надо где-то поднадавить, где-то поднажать. Потому что внутри коллектива они должны между собой общаться. Тренеры – это одна история, но когда внутри есть такой человек, а лучше их было бы, чтобы там не один в каждой линии по игроку, да, то это большая помощь. Хочется отметить в последних матчах вот такие чуть-чуть лидерские качества, как, можно сказать, Артем Бирюков проявлял его вот это вот «давайте, парни, подсобраться». Скажите, из него может вырасти именно вот такой футболист, который заводить будет, то есть не по футбольным качествам, а именно вот характером? Да, дай бог, из каждого, может быть, можно вытащить, но, не знаю, больше, наверное, не то, что искусственно, да, это мы попросили, чтобы он выстрел тарантами и подзавел их. На самом деле, говорю, у Тёма есть другие качества, где его креатив, техническое оснащение, конечно, на хорошем уровне, но, опять же, это всё надо дорабатывать, прорабатывать правильно, выбирать решение, помимо техники, которая у него есть, он должен правильно располагаться, и ещё плюс к атаке ещё добавим оборону, где должен добегать, потому что есть игры, где у Артёма с этим были, так скажем, недочёты, где мы поправляли и говорили, что, Тёма, мы должны атаковать, забивать, но не забывать обороняться, переключаться и бежать ещё назад, в чём он соглашается, и, несомненно, он, конечно, прибавляет в этом компоненте, поэтому, да. Давайте вернёмся к нашим соперникам, в нашей группе есть несколько команд-думблей клубов РПЛ, такие как «Зенит-2», «Спартак-2», «Балтику» тоже можем, в принципе, отнести, потому что у них там хорошая структура. А присутствие таких команд именно во второй лиге – это больше плюс или минус? Ну, я думаю, конечно, плюс. Но, прежде всего, это для клуба плюс, когда у тебя есть прослойка между Академией и главной командой, когда есть вот эта вот команда, которая ещё уже вышла из школьного футбола детского. Ну, это всё больше относится к детскому футболу. Но есть ещё команды молодёжные, да, вот, как раз-таки есть, ну, условно, в «Спартаке», есть Академия, дальше там, ЮФЛ, идёт молодёжка, и сейчас добавил «Спартак-2», что им там мешало, ну, точнее, не хватало. У них оно одно время было, сейчас добавилась, да, эта команда, где как раз наш хороший товарищ тренирует Камбаров. Вот, и, конечно, для них это плюс, потому что это чуть более взрослый уже футбол, всё равно мы играем там, есть команда, которая постарше, тот же Владимир, там, Санкт-Петербург, Луки, те же, да, где опытные ребят собраны. У них, наверное, большого будущего нет в футболе, но на этом этапе они достойно смотрятся, они тоже хотят побеждать, кормить свои семьи, вот, и здесь такой, уровень накала единоборств, он, несомненно, выше, чем в молодёжной лиге, ну, это точно, да. Наверное, конечно, не дотягивает до уровня, там, золота, да, или, там, первой лиги, тем более, вот, но в целом, я считаю, что это хорошее сопротивление, хороший, хороший турнир. Раскройте нам секрет, кто для вас самый принципиальный соперник в нашей группе? Ну, вы, наверное, хотите услышать, что Динамо. Может быть, Спартак? Ну, однозначно, это Спартак. Мне всегда нравилось играть против этого соперника, когда мы тренировали в предыдущем нашей вместе работы, да, где всегда для меня было прям интересно всегда почему-то играть против Спартака. Ну, не знаю, не то, что почему-то, это такой был соперник всегда против нас, не враждебной, а именно интересной. Мне всегда хотелось противопоставить нашу команду против, вот, красно-белой команды. У меня отец болеет уже, там, 60 лет за Спартак, и мы с ним все время, там, как кошка-собака, когда смотрим футбол, да, и, там, я за Динамо болею, он за Спартак, и мы все время так, такая у нас идет полемика, вот, и для меня, наверное, с Спартаком 2 интереснее играть. Хорошая команда, хороший тренерский штаб, но противостояние против них, когда я озвучивал на теориях, работая в Динамо, говорил, что у меня есть два праздника, это день рождения и раз с Спартаком. Ну, вот, поэтому, вот, ну, сейчас, опять же, и Зенит 2, где тоже противостояние с ними интересное. Ну, а как же, дерби двух столиц? Конечно, я думаю, что, да, и с той же Балтики, да, когда мы играли в очень открытый футбол с ними, не создав супермного моментов, да, но была игра очень такая открытая, где чуть где-то кто-то надломился бы, потеря концентрации, был момент, и все были собраны, 90 минут такая была ответственность, и за результат, и за качество игры никто не отбивался, не бил вперед, и было, вот, было интересно. С Владимиром, с торпедо, чем запомнилась эта игра, с большим присутствием, наверное, зрителей, ну, относительно этой лиги, вот. Ну, конечно, с Динамо 2 тоже будет интересное, интересное у нас, так скажем, сопротивление с ними, вот, уже с ними пересекались, и на нашем стадионе в Новогорске, поэтому лукавит не будет Динамо, тоже можно поставить вместе с Спартаком в один ряд. Есть командные задачи на сезон, есть личные тренерские задачи на сезон, расскажите нам, какие они у вас? Командные задачи, помимо, да, развития футболистов и желания, чтобы они осуществили свою мечту играть в большом футболе, играть на европейских аренах, да, за национальную сборную, это, ну, основная наша задача, и хотелось бы, чтобы они следовали это от дня в день, отказывались от соблазнов, да, которые у них в этом возрасте, их достаточно много, вот, что чуть свернешь уже, все, можно не вернуться на этот путь, поэтому здесь постоянно, каждый день у нас есть собрание, мини-собрание, теория, где ребятам об этом говорим, как такие, скажем, уже старые детки, сидим тренерским штабом, ребятки, вот, ну, все это проговариваем, проговариваем, вот, но это важно, я думаю, чтобы они это слышали, накапливалось у них, это все в голове откладывалось, вот, и в долгую, я думаю, что это скажется, где-то они, где-то, если где-то свернут, может быть, вдруг у них проснется голос, Филипп Саныч, Анатольевич, да, вот он нам говорил же, блин, ну-ка, давай-ка я домой пойду лучше, чем куда-то, куда-то, вот, поэтому следим за ними, и помимо еще раз футбольной ответственности, у нас еще есть личностные какие-то вещи, которые мы с ними каждый день, с каждым или в команде проговариваем, это, ну, это важно, чтобы они становились порядочными, честными людьми по жизни, вот, это такая прям задача номер один, вот, ну, и, конечно же, хочется в турнирной таблице подниматься все выше и выше, и на сборах мы какие-то определенные между собой поставили задачи, я им сказал, что я не хочу, чтобы мы были первыми, я хочу, чтобы мы были лучшими, да, во всем, и в футболе, и вне футбола, поэтому, какое место займем, это будет зависеть от того, насколько мы хорошо делаем свою работу, вот, если будем делать чуть хуже, ну, значит, упадем в таблице, и не простит нас там, да, боженька, что даст нам подзатыльник, скажет, давайте-ка возвращайтесь на свое, там, десятое место, поэтому, если работать хорошо, думать о каких-то больших достижениях, то и результат, я думаю, что придет. Свои какие-то цели? Ну, я думаю, что так же расти вместе с командой, вместе с клубом, хотелось бы добиваться и результатов, да, и воспитанников, чтобы у нас было больше, опять же, я отмечу то, что свои, да, задачи, наверное, штаба, и отмечу штаб свой, да, который, ну, не мой, а нашей команде, да, который удалось нам. Многими усилиями его собирать, да, приходили, общались, то есть тут нет, прям, так скажем, друзей, которых я привел и сказал, вот, это мои друзья, они будут работать со мной. Приходили ребята, кто-то остался из-за родины молодежки, Виталий Чешенько-Позняков, вот, который делает огромную тоже работу, и вкладывает так же и душу, и много-много сил в команду, вот, Владимирич Сурков пришел по рекомендации, там, нескольких людей, мы с ним общались, оказался тоже большим профессионалом и очень, очень порядочным человеком, это немаловажно. Рома Овсянкин, который, мы знакомые где-то с детства были вместе в школе, играли в Чертаново, но потом лет 20 не общались, так на футбольных полях пересекались, тоже хорошие отзывы о нем были, вот, Викторович, который здесь тоже работал, но большое, большое время работал в Шахтере, вот, поэтому тренерский состав, я думаю, что у нас отличный, но помимо тренерского состава, у нас еще есть и аналитический отдел, и медицинский, где работают люди, которые тоже, не безразлична судьба наших ребят, это важно, Фил, который делает огромную работу для того, чтобы ребята видели себя, на экране, да, разбирали свои ошибки, разбирали положительные моменты, вот, поэтому они все большие молодцы, но иногда тоже под жопу им надо давать, чтобы приходили немножко в себя, то, вот, пару игр выиграем, и все, и они, о, можно это не сделать, можно то не сделать, но это у всех так, это нормально, у молодых ребят чуть-чуть надо встряхивать, когда ты становишься взрослее и опытнее, ты уже ценишь эти все вещи, а пока ты иногда думаешь, о, мы там наверху, нормально все. Ну, про них мы поговорим в следующих наших выпусках, а обязательно. Да, да, обязательно познакомим, обязательно. Я думаю, что мы вместе соберем, потому что без них рост ребят, развитие ребят, ну, не было бы возможным. А сегодня мы хотели бы продолжить про вас, как про тренера, как про футболиста. Расскажите, почему именно футбол? Как вы вообще выбрали этот вид спорта? Это совет был отца, вот он вас приучал к футболу. Ну, там деваться некуда было, у меня дома, да. У меня отец играл тоже с малых лет футбол, такая была школа, советский район, это сейчас назвать, Чертаново. Но тогда у них была очень сильная команда и они привлекались ей в сборную и играли на достаточно хорошем уровне. И много у него там друзей, товарищей попали дальше в советском футболе повыше стали играть. Папка женился рано, в армию ушел и забросил это дело, к сожалению. Хотя, когда мы с ним играли в футбол, он чуть был помладше, он дал бы фору многим футболистам, но он переживает, болеет. На всех матчах был со мной, когда я был пацаном, вообще не пропускал. А сейчас, когда я тренер, ни одного матча у нас с родины не пропустил, постоянно приходит, переживает. Это такой самый большой мой болельщик, критик, который и любит, и переживает, и наставление дает. Часто с ним не соглашаемся, спорим, прям до криков бывает, что и ругаемся иногда на эту тему, но он всегда по делу, всегда говорит, просто мне это не нравится иногда, потому что я защищаю своих футболистов, говорю, что папа нельзя, так про него, папа нельзя. А на самом деле, в глубине души, я с ним часто прям солидарен, что он, блин, правильно он говорит, думаю. Но иногда не люблю, когда там кого-то из моих там товарищей, там людей, которых я хорошо знаю, знаю, на что они способны, но в данный момент они сделали что-то плохо, если его там обижают, я буду на него всегда заступаться, ну, такая черта характера. Вот, и в детском, маленьком возрасте меня в 6 лет отвели тоже в команду, в Чертаново начинал там, года 3, наверное, был в этой школе, потом пригласили в разные клубы, тоже Москвы, там и в Спартак приглашали, почему-то не отдал мне в Спартак, и там на второй год приглашений по московским клубам отдали в итоге в Динамо, и закончил Академию Динамовскую, вот, и дальше у меня, вот, не сложилось, опять же, как все говорят, любят говорить, с травмами, да, но я связываю уже так спустя много-много лет анализировать ситуацию, это все с отношением, да, не всегда был таким, наверное, правильным, послушным, ну, да, что профессионалом, вот, где-то, наверное, упустил я в этом моменте, поэтому хочется, чтобы ребята не наступали на эти же грабли, и говоришь, парни, вот, когда вы начинаете говорить, что тот тренер плохой, окружение плохое, партнер плохой, то все, это путь никуда, надо смотреть на свои, какие-то ошибки, на свой путь, да, люди, которые рядом, вам помогают, где-то сбивают, но если вы остаетесь на этом пути, то все будет нормально, трудиться, думать позитивно, да, правильное окружение выбирать, это очень важно, и тогда и травмы вас будут обходить стороной, это опять же и сон, и питание, понятно, что можно иногда там устроить себе, читмилл, правильно называется, да? Читмилл, да. Да, вот читмилл устроить себе, там, поесть, и в Макдональдсе, и где-то еще там, да, ничего в этом страшного нету, но следить надо за всем этими вещами, уже там стараться с маленького возраста. Отец вам дает какие-то там советы, потренерствует и так далее, но на домашних матчах мы еще видим почти всю вашу семью, здесь на стадионе, как минимум на домашних, на выездных тоже были, скажите, они вам какие-то советы дают? О, советчиков у меня много дома, это и мама, и сестра, и жена советуют, как, чего, а вот это вот, ты пенальтиста, не того выбрала, а вот эту головую тебе, почему вы головой подаете, и все время вам, и вы назад бежите, почему вам чуть гол не забили с вашего голового? Я говорю, я понял, хорошо, будем разбираться, прихожу потом с утра, там, на разбор, на разбор игры, там, с тринерами, и начинаю мамиными словами говорить, там, Женька, там, Владимирич, а почему у нас, там, мы назад бежим, после нашего голового? Ну, так, в суточной форме, конечно, более детально все эти анализы проходят, вот, да, семья нас всегда поддерживает, меня в частности, и мы так, очень тепло общаемся, все вместе, и мы поддерживаем в их начинаниях, и все приезжают, так, випка внизу у нас забита, больше половины, наверное, это моими, моими родственниками. И они болеют, их правда слышно. Скажите, что самое сложное в работе тренера? Вот, для вас конкретно. Ну, наверное, на первом месте это, на первом месте, ну, наверное, собладать своими эмоциями. Вот я это, наверное, выберу, потому что еще бывает, что что-то не получается, или какие-то внешние факторы, там судьи, что еще что-то, и ты прям кипишь, хорошо рядом, опять же, есть мои коллеги, да, которые меня где-то останавливают, успокаивают, говорят, спокойно, спокойно, это еще удалят. Я думаю, да я стараюсь не доводить до этого, но уже вижу рука в кармане у судьи, вот, где-то эмоциональные факторы в тренировочном процессе, где-то подкипаешь, на ребят, на кого-нибудь из тренеров, тоже бывает такое, но всегда подойду, извинюсь, и ничего такого в этом нет, что я им сразу говорил, что, ребят, я очень эмоциональный, я не люблю проигрывать, ни во что не люблю проигрывать, поэтому здесь приходится им иногда выслушать какие-то мои вопли, крики, но быстро отхожу, вот это, наверное, плюс, то, что отхожу, спустя уже полчаса, и опять все, такой же позитивный, веселый, как и был до этого, эмоционального, так скажем, момента, вот, но вот эмоциональность, это, наверное, такое для меня, это первое, на первом месте, терпение, да, что важно терпеть, да, гнуть свою линию, вот, наверное, вот это ключевой, ключевой момент, чтобы не шарахаться, да, при выборе, там, схемы игры, там, или каких-то тактических нюансов, что, так, здесь попробую так, что-то не получилось, нет, здесь что-то не получилось, надо попробовать, там, поковыряться в деталях, да, посмотреть, может быть, под этим градусом посмотреть, может быть, вот здесь добавить кого-то, здесь важно, опять же, четко гнуть свою линию, и потом ее немножечко, там, расширять, да, чтобы и ребятам было понимание, над чем мы работаем, чем занимаемся, а не так, чтобы им дали одно, попробуйте, они только попробовали, чуть начало получаться, поменяли, сказали, давайте вот это, они, блин, вроде вот это ничего было, поэтому здесь вот такие вот, два, наверное, важных момента, которые отмечу. Ну, также работа тренером, это постоянный просмотр игр, аналитика, поиск каких-то футболистов, в перспективе вашу команду, вы вообще не устаете от футбола, ну, и как вы вообще отдыхаете от него? Ну, да нет, конечно, не устаем, это наше любимое дело, нам очень повезло с этой профессией, тогда это даже не профессия, это просто, ну, жизнь твоя, да, где ты выбрал ее, идешь, все время маленький там проезжал рядом со стадионом, где-нибудь просто двором, пап, остановись, да, я посмотрю, да, просто коробка какая-нибудь, и это, наверное, с детства это пошло, это родители заложили, папка заложил во мне вот это вот все футбольную, любовь к футболу, вот, и до сих пор ее никто не может отбить, вот, был там период, когда, по завершению карьеры, я уже думал, все, хватит лечиться, эти травмы, все устал, надо чуть-чуть пойти в учебу, попробовать себе какие-то разные профессии, но в итоге, спустя вот, два года поиска себя где-то на стороне, не в футболе, вернулся в футбол, но это чуть позже, так, вопрос был, а, не встал, не встал, да, от анализов и просмотров, ну, наверное, когда я работал в академии, Динамо, да, я, у меня был один помощник, у нас не было тогда аналитиков, это дело все самостоятельно, и много-много было работы, да, ты с утра до вечера, да, просматриваешь, режешь сам видеоматериалы, что ты ищешь, ищешь, и сейчас, конечно, когда ты работаешь уже в таком, ну, как скажем, профессиональном футболе, где у тебя есть большой штаб, где ты можешь делегировать свои какие-то моменты помощникам, где у тебя есть замечательный аналитик, вот, где ребята, ну, большую работу тоже проделывают, и тебе приносят, и говорят, посмотри, вот соперник, вот твоя игра, и ты уже из этого выбираешь, да, не просматривая полноценных, там, четыре матча, а выбираешь эпизоды, которые тебе уже сделали, опять же, по каким-то нашим общим идеям, по стилю игры, вот, поэтому облегчается работа в профессиональном футболе, она, вроде, добавляет и стресса, и добавляет нервов, может быть, ответственности, естественно, больше, но в плане, вот, помощи, конечно же, коллеги очень огромную, огромную работу делают, поэтому, нет, не устаю. Вы уже начали рассказывать, как вы пришли к тому моменту, как решили стать тренером, расскажите дальше. Да, в итоге закончил футболом, где-то по, по куролесил, там, вторые, или КФК, опробовал себя, пробовал, пробовал, и думаю, все, хватит, просмотра, это мучения, вот, и поехал, учиться в Финляндию, закончил, Плехаминский университет в Москве, и по обмену уехал, последние полгода учиться в Финляндию, тоже экономический факультет, в Тампоре, в город такой, и там тоже себе нашел команду, уже с таким, с лишним весом, так скажем, да, и параллельно учился, играл футбол там, на, тоже там, в первой лиге, в их местной команде, вот, и после обучения в Финляндии, поехал учить английский, в Манчестере, какое-то время пожил, получил английский, потом уехал в Черногорию, вот, в Черногории попробовал себя, поработал там, менеджером, по работе с недвижимостью, там, еще чем-то занимался, тоже был такой опыт интересный, и, вернувшись в Москву, думал, что, хочется, что-то связать свою жизнь обратно с футболом, потому что, только, наверное, футбол мне дает столько эмоций, интереса, вот, и возможностей, и попросил своего первого тренера, в Динамо, на тот момент он был директором академии, Силкин Сергеевич Николаевич, да, попробовать себя работать тренером, в то время, молодой тренер, это было прям, я не помню, что-то, может быть, один-два человек в Москве, кто работал в 22 года, начинали, вот, и он сказал, давай попробуешь, хорошо будешь работать, помощником, там, в 2001 год, команды, как раз была, у них был только набор, вот, я раз там оттуда, из этой команды, Костью Каина, и вырос, вот, и пришел туда, и так вот, понеслась уже футбольная история, где, начинал помощником, маленького возраста, потом дали команду, третьего года набирать, набрал 2003, и, через пару лет, дали команду 2002 года, где я до выпуска, с ней, в принципе, и дошел, ну, параллельно, опять же, помогал, по разным старшим возрастам, и с Михаилом Михайловичем Галактионовым, работали долгий период времени, с 97-95 годом, вот, так что, учителей у меня было очень много, в Динамо, и здесь тоже есть, очень хорошие тренеры, да, и сейчас, испанский наш, друг, специалист, вернулся в Россию, как раз в родину, с которой мы пересекались, в Динамо, вот, поэтому, всегда, есть чему поучиться, у кого поучиться, да, и сейчас, новый виток, такое у меня обучение, это, лицензия, да, которая необходима, при работе, во второй лиге, потому что, бывает такое, что, делегат матча, что, ты не можешь здесь находиться, на обровке, у тебя нет, не хватает лицензии, здесь, конечно, мое упущение, что вовремя не пошел, вот, долго-долго собирался с мыслями, что, ну, я успею, 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 ну, сейчас уже, наконец-таки, созрел, и сейчас, с июня, начинаю обучение, на лицензию, а расскажите, уступительные экзамены, какие-то были на лицензии? ну, экзаменов не было, был, надо было отправить видео, почему именно ты, вот, какие цели, желания, какая мотивация, у тебя есть, там, видео на 2-3 минутки, ну, плюс пакет документов, который там необходим был, вот, поэтому, ничего такого сложного, в этом не было, надо было только, просто отобраться, потому что очередь на эту лицензию, вообще, огромная, там, порядка 200-300 человек, да, и всего группы по 20 человек, здесь, вот в этом были такие сложности. Давайте немного пофилософствуем, есть ли у вас тренерская мечта? Ну, у меня была всегда мечта футболиста, мечта была всегда выйти под гимн лиги чемпионов, я всегда прям грезил этот гимн, который у меня и на телефонном звонке стоял одно время, да, я думал, блин, когда-то я буду там, но не сложилось, поэтому, эта мечта осталась, да, она уже в лице тренерской, да, история, наверное, такая мечта есть, да, вот она, хотелось бы, чтобы осуществилась, будем все для этого делать. Но не только выйти и выиграть. Слушайте, и как, поиграть, а потом дальше, когда уже услышишь этот гимн, и захочется ее выиграть, поэтому здесь, всегда, куда попадаешь, в любую компанию, в любой вид спорта, ты заходишь, вроде скромный, там, с ракеткой, с кигем, или еще что-то, и хочется только победы всегда. Давайте продолжим. Филипп Соколенский через 5 лет. В какой роли вы себя видите, в какой должности, или в какой команде? 5 лет, такой большой срок. Вроде бы, как большой, с одной стороны, а с другой стороны, быстро такая футбольная, футбольная жизнь, она прям, она яркая, насыщенная, но такая быстрая, что вроде, вот-вот ты тренировал, там, маленьких пацанов, они уже у тебя играют в премьер-лиге, кто-то там, в первой лиге, и через 5 лет, тяжело себе представить, ну, не то, что тяжело представить, есть определенные цели на этот период, да, на 2 года, на 4, на 6 лет, есть цели, которые ты хочешь, чтобы они у тебя выполнились, ну, вот, я думаю, что, ну, премьер-лига, минимум, да, чтобы тренировать, быть помощником, или тренировать, где-то, сейчас не хочу загадывать, где, в какой команде, но, я думаю, что хотел, конечно, поработать там. Вы в нашем послематчевом интервью несколько раз отмечали о том, что у нас становится все больше болельщиков на домашних матчах, скажите, поддержка трибун важна для тренера ровно так же, как и для футболиста, вы вообще слышите, как поддерживают команду? Да, я всегда, ну, рад, когда, вот, я прям слышу, да, с трибуны доносится, там, родина, родина, я прям думаю, блин, о, люди пришли, каждый раз слышу, чуть на одного, на двух, да, болельщиков громче, это, конечно, радует, и подходишь, когда ты там, двум-трем человеком пятюню отбивал после игры, то есть, сейчас уже такой, уже ряд целый, потом уже буквы Г, ты обходишь, за воротами уже ребят стоят, там, много родственников, друзей, футболистов, но поддержка трибуны, это, конечно же, ну, это супер, да, у нас немного, хотелось бы еще раз завоевывать, так скажем, сердца, да, болельщиков, это, это важно, потому что хочется играть для них, да, более тот стиль игры, который у нас есть, он достаточно яркий, открытый, интересный, да, он рискованный, потому что очень часто у нас бывает, в каждой игре, наверное, такие бывают моменты, когда могут центр поле нам забить, и Никита там, Павлов бывает на дачу Дид, но мне это нравится, я люблю рисковать, люблю, чтобы футболисты принимали такие сложные решения, понятно, оценивая все эти риски, но, чтобы они были интересными, не унылыми какими-то, да, футболистами, которые, мне интересно смотреть, хочется переключить на другой канал, вот, а чтобы комментатор, мы часто слышим, когда комментаторы в восторге от игры «Родины М», говорят, «О, блин, хорошая команда, интересная, с обилием моментов», ну, и потом раз, и Пэл что-нибудь под себя на себя берет, вот это вратарь, вот это супер, а если чем-то привезет, скажет, ну, как так можно, ну, такое бывает, за что мы и любим футбол, и, конечно же, при этом всем хочется, чтобы ходили, трибуны, так, чуть-чуть заполнялись на нас, ну, и когда приезжаешь в гости, я играешь там в городах других, или, вот, «Динамо» с «Спартаком», я думаю, будем играть в Питере, да, там, поддержка очень большая, даже при переполненных трибунах чужой команды, тоже так интересно играть, чтобы те зрители тоже смотрели, и не только на свою команду переживали, но и мы им доставляли удовольствие от нашей игры, потому что приходили, и с Торпед Владимиром тоже болельщики симпатизировали нашу команду, и говорили, что, о, классная команда, вот, поэтому уважение, и хочется еще раз поблагодарить и поддержать наших, не многочисленную армию болельщиков. Не многочисленных, но преданных. Ну, это точно, потому что на каждой игре гостевой с нами, они тоже приезжают, и мы их слышим. Спасибо вам большое за интервью. Да, и вам спасибо большое. Болейте за Родину. Да, Родина, вперед.